Всем привет! Я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины. И сейчас мы прочитаем две мои статьи на одну и ту же тему. Первая написана в 2014 году. Представьте, какой-нибудь 2004 год. Вы российский журналист и однажды знакомый американец со ссылкой на какого-нибудь еще своего знакомого рассказал вам об ужасах, которые творятся в секретной американской тюрьме Гуантанамо на Кубе. Допустим, он рассказал вам, как следовательница-американка, добиваясь признаний от обвиняемого в терроризме араба, вымазала ему лицо красными чернилами и сказала, что это менструальная кровь. Для мусульманина нет ничего ужаснее, чем прикоснуться к менструальной крови, и эти чернила – такая ужасная пытка, под которой тут мусульманин сознался. Ваш знакомый американец показал вам даже фотографию, сделанную на мобильный телефон, и на фотографии действительно какой-то бородатый араб, и у него на лице что-то красное. Но что это за араб и кровь ли на нем? А черт его знает. Но вот вы поговорили, американец переслал вам фотографию, и вы теперь живете с этим знанием. И как вам с этим жить? Тут надо, наверное, дополнить задачу еще какими-нибудь условиями. Вы – российский журналист, но какой? Допустим, журналист государственного телеканала. И допустим, как раз в это время у России случилось какое-нибудь обострение антизападной риторики, и на очередной редакционной планерке, зашла речь о том, что вот неплохо бы сделать что-нибудь антиамериканское. И тут как раз вы со своей тюрьмой, и глаза начальства загораются. И вот уже в эфире расследование наподобие того, которое делала программа «Время» под проторговлю органами в Косово. В кадре та самая фотография. Экспертами выступают Алексей Пушков и какой-нибудь прогрессивный западный журналист типа Джульетта Кьеза. «Глупый зритель смотрит и ужасается, умный зритель смотрит и понимает пропаганда. А в Америке вообще никто не в курсе про ваше расследование. Да и вы не спешите хвастаться своему американскому другу, потому что, строго говоря, это не расследование, а халтура какая-то». Это если вы государственный телевизионный журналист. А если вы, допустим, как я сейчас, независимый автор из интернета, вы можете написать про Гуантанамо интересную статью и где-нибудь ее опубликовать. Но даже если это будет очень хорошая статья, в которой не будет никакого безумия, все равно эта статья будет считаться именно как стандартное антиамериканское сочинение из серии «Армстронг не был на Луне». То есть в любом случае ничего серьезного. Мало ли кто, что пишет про Америку в русском интернете. Ну и третий вариант. Хотя для условного 2004 года его, пожалуй, стоило бы назвать первым, этот вид тогда еще не был исчезающим. Вы – московский либеральный журналист в диапазоне от Новой до МК. Знакомый американец рассказал вам про пытки в Гуантанамо, показал фотографию, вы потом пересказали это как анекдот какому-нибудь своему знакомому. Ну и все, не писать же об этом в самом-то деле. Разоблачение американцев – это для государственной пропаганды или для безумцев из газеты «Дуэль». А к вам это отношение не имеет. Фотография араба с измазанным чем-то красным лицом потерялась в вашем компьютере, и вы благополучно забыли об этой истории. И проходит год, и фотографии из Гуантанамо заполняют первые полосы мировых газет. Кто-то пишет и про менструальную кровь. Америка потрясена, кто-то кается, кто-то негодует. И на горизонте уже маячит обамовский триумф. В Америке никто, конечно, не знает, что в России был журналист, в руки которого раньше всех в мире попала фотография из Гуантанамо. Но это не имеет значения, вы-то в курсе? И если вы государственный журналист, то вы приосаниваетесь, и встречая тех, кто год назад смеялся над вашим расследованием, охотно смеетесь им в лицо, что, мол, съели. Так, если навскидку смеялся Аркадий Мамонтов, когда советник британского премьера Блэра признал существование шпионского камня. Если вы независимый автор из интернета, то вам смеяться в лицо особенно некому, никто и не помнит, что вы писали год назад, но вы можете дать в своем блоге ссылку на свою прошлогоднюю статью, и сколько-то поклонников напишут вам, мол, вы, Дмитрий Евгеньевич, были, как всегда, правы. Вам этого достаточно, вы привыкли. А если вы московский либеральный автор, который год назад промолчал про Гуантанамо, то теперь вы садитесь за компьютер и со ссылками на CNN, Guardian и New York Times пишете статью о том, как здорово, что американцы умеют находить у себя трагические проблемы и решать их. О том, что год назад знакомый американец рассказывал вам про Гуантанамо и показывал фотографию арабовым из Новокрасным, вы просто не вспомните, да и черт его знает, что это была за фотография, может, просто совпало. О чем эта притча? Да, разумеется, она прежде всего о том, что Россия относительно Америки довольно глухая провинция. И даже самая безусловная правда об американских делах никогда не станет правдой, если она исходит из России. Это нормально, это естественно наш удел писать о русских делах, и если нам повезет, нас процитирует мировая пресса, и новость станет достоянием всего мира. Обратная сила, и это правило не имеет, и любой из трех описанных здесь журналистов для Америки останется экзотическим провинциалом, от которого никто и никогда не станет ждать новостей о Гуантанамо. Но, наверное, важно иметь в виду один интересный уже с русской точки зрения вопрос. Вот из этих трех провинциалов кто провинциальнее всех? Государственный телевизионщик? Конспиролог из интернета? Или либеральный мейнстримщик, который узнает абсолютную истину из свежей Нью-Йорк Таймс? Кто из троих, грубо говоря, самый большой дурак? Сейчас, когда на первых полосах газет всего мира почти каждый день мелькают всякие российско-украинские дела, этот вопрос, я полагаю, стоит всегда иметь в виду. Что про российско-украинские дела в этом контексте не помню, но посыл как бы очевиден. И вторая статья 2017 года, тоже по конкретному поводу про разоблачение Юрия Миллнера. Но как бы с обобщениями, скажем так, 2017 год. Западная пресса узнала, что структуры, близкие к Кремлю, скупали, очевидно, с далеко идущими политическими целями, акции Фейсбука и Твиттера. Может быть, это иллюзия, но сейчас кажется, что такая новость, появившись она хотя бы пять лет назад, стала бы сенсацией в России. По крайней мере, мы бы обсуждали это всерьез, как обсуждали когда-то покупку лайф-джорнала Александром Мамутом. Тем более, что сейчас, годы спустя, политическое значение той сделки кажется бесспорным. Именно под властью Мамута ЖЖ перестал быть пространством свободного высказывания и превратился в не самую значимую часть безусловно лоялистской Мамутовской медиа-империи. Когда Мамут покупал ЖЖ, тревогу по поводу того, не берет ли Кремль благосферу под свой контроль, высказывали только самые алармистские, настроенные ультраоппозиционеры. Но, очевидно, именно они оказались правы. И этот опыт мог бы иметь значение, если бы западная пресса обвинила Кремль в скупке соцсетей лет пять назад. Лет пять назад, по крайней мере, это можно было воспринимать всерьез. Сейчас нельзя. Дело даже не в том, что определением близкие к Кремлю структуры в любом случае очень трудно описать Юрия Миллера. Он много лет на виду, и даже самые радикальные конспирологи или расследователи, умеющие искать и находить кошельки самых высокопоставленных российских чиновников, никогда не связывали Миллера с кем-нибудь из них. Дело и не в том, что кредит ВТБ и корень «Газпром» в названии компании «Газпром Инвест Холдинг» Алишера Усманова вообще никак не доказывают ничего политического. Дело и не в том, что Кремль 2009-2011 годов именно в это время Миллер скупал акции. Это Кремль времен Дмитрия Медведева, увлеченного не только перезагрузкой отношений с США, но и всякими модными молодежными делами, включая гаджеты и соцсети. Это не Кремль тогда влиял на Твиттер и Фейсбук, а наоборот, они влияли на молодого российского президента, который, когда речь заходила о соцсетях, вел себя как восторженный тинейджер, а не как доктор зло. Дело и не в том, что инвестиции российских бизнесменов в западные компании, еще как минимум со времен покупки Челси Романом Абрамовичем, воспринимались в России не как экспансия Кремля, а наоборот, как желание обладателей крупных состояний вложиться так, чтобы у Кремля не было никакой возможности залез к ним в карман. О безответственности элиты, не желающей вкладывать деньги в Россию, на протяжении всех нулевых говорили едва ли не все российские официальные лица во главе с Владимиром Путиным. Это все важно, конечно, но это не имеет значения по сравнению с главной причиной, по которой обвинения в адрес Мильнера сейчас нельзя воспринимать всерьез. У этой причины нет названия и ее очень трудно описать правильными словами, не срываясь в ту риторику, на которой сделала карьеру Маргарита Симонянда и не только она. О том, что западный медийный мейнстрим чаще всего бывает неправ, в России действительно говорят слишком давно и слишком много, и трудно подобрать такие слова на эту тему, чтобы не стать добровольным помощником отечественных пропагандистов и контрпропагандистов. Но все же главная проблема обвинений в адрес Мильнера – это обвинители. О том, что за Мильнером стоит Кремль, пишут те же СМИ и те же люди, которые уже успели очень убедительно доказать, что о России они, как правило, пишут какую-то совсем чепуху. Образ путинской России, выстроенный западными, прежде всего, американскими медиа за последние полтора года, вызывает отрепь даже у самого антипутински настроенного русского читателя. Наверное, по отдельности все эти сюжеты не производили бы такого впечатления, но когда все идет валом, и подмосковная решала Наталья Васильницкая в роли агента Путина, и пробирки для допинговой мочи из рассказов доктора Ротченкова, и певец Эмина Галаров, действующий в интересах Кремля и Копеечная в масштабах общего оборота соцсетей российская реклама, якобы повлиявшая на американских избирателей, и много чего еще. История о Милнере, работающем на Кремль, в этом контексте превращается в анекдот по умолчанию, когда не надо ничего опровергать, и ни с чем спорить, можно только смеяться. Точнее, плакать, конечно, потому что именно для нас все происходящее серьезная трагедия, не имеющая отношения ни к Милнеру, ни к другим российским героям западных журналистских расследований, и тем более к внутриамериканской политической борьбе, которая, строго говоря, вообще не наше дело. Здесь еще имеет, между прочим, значение то, что Россия в сравнении с Америкой страна отсталая, маленькая, молодая. Нашей политической культуре нет и 30 лет, и та, что есть, раздавлена годами авторитаризма, вытоптана и закатана в асфальт, и когда кому-нибудь, кому-нибудь придется создавать ее заново. С медиакультурой все примерно так же. Возникнув на руинах советской пропаганды, она пережила столько внешних воздействий и собственных мутаций, что ее нынешнее состояние невозможно охарактеризовать никакими хорошими словами. Это даже не кризис, а что-то худшее, и последствия этого худшего тоже придется кому-нибудь и когда-нибудь преодолевать. В общем, не нам ругать американцев за то, что сейчас происходит у них, и это тоже такая наша дополнительная беда, потому что происходящее у них имеет значение и для нас. Можно было даже не смотреть СНН и не читать Нью-Йорк Тайм, чтобы постоянно иметь их в виду как достижимый или недостижимый образец журналистского профессионализма, ответственности, влияния. Каждый раз, когда российское телевидение или прокремлевские газеты пробивали очередное, как это у нас называется, дно, общим местом было вот это, мол, западные гиганты такого себе не позволяют. Вера в небесное СНН на протяжении всей постсоветской истории российской журналистики была важнейшим фактором ее существования. Образец нужен, чтобы к нему стремиться или отстраиваться от него, но он в любом случае будет ключевым элементом системы координат. Существует наивное представление о сотрудниках пропагандистских СМИ, как о прожженных циниках, готовых во имя своей ипотеки называть белое-черным, но кто разговаривал хотя бы с одним из таких людей, тот знает, что цинизм там, если и есть, то совсем другого рода. Не я совру, потому что ипотека, а я скажу то, что соответствует государственным интересам, потому что это везде так. Мы служим России, СНН служит США, а BBC вообще государственная. Люди из независимых СМИ, слушая такое, конечно, всегда посмеивались, но время показало, что правы были именно они, те, кто говорил, что везде так. По крайней мере, своих распятых мальчиков, именно западная пресса с ее высочайшими стандартами подарила нам за эти полтора года слишком много, чтобы можно было их игнорировать. И если про нашего распятого мальчика, про которого рассказывал первый канал, с самого начала было все понятно и никто в него не верил, то жуткие конспирологические истории про Россию, поставленные теперь на поток в западной прессе, делаются еще более жуткими от того, что ты можешь понимать, что все это чепуха, но твое понимание не значит вообще ничего в сравнении с бесспорной репутацией этих газет и телеканалов, которые вообще никак не пострадают от того, что сколько-то российских читателей и зрителей перестанут им верить. У нас действительно нет ни морального, ни какого-то еще права критиковать западных гигантов. Мы слишком мелки, провинциальные, отсталы, и это не тот случай, когда нужно кому-то вернуть исправленную карту звездного неба. Просто, наверное, пришло время отнестись к этой карте как к подделке, а что там в небе на самом деле, да черт его знает. Это звучит, как в Америке нет стиляг, но если их действительно нет, это само по себе будет важной новостью по нашу сторону океана. Количество переходит в качество неточных, преувеличенных, заведомо неправдивых вещей о России, западная пресса уже сказала столько, что теперь тот российский читатель, который станет всерьез говорить о том же Мильнере, как агенте Кремля, это уже заведомо или очень наивный человек, или циничный лицемер. До сих пор такая формула была применима прежде всего к зрителям федеральных телеканалов, теперь она же работает и в отношении тех, кто ищет правду о России в западной прессе. Наверное, рано называть это тектоническим сдвигом, но как потенциально важный фактор это стоит зафиксировать. Кризис доверия, нашего доверия, русского, провинциального, к западным СМИ неизбежно повлияет на общественную атмосферу в России. Ну, в общем, да, наверное, уже теряется контекст. Это статья периода, когда мейнстрим западной пресса лояльной демпартии увязывала Трампа с влиянием Путина, писала про Эмина Агаларова, про вот эту Весельницкую, которая адвокат из Подмосковья, которая якобы была связным между Трампом и Кремлем. В общем, такие дела. Пишите в комментариях, что вы об этом помните, что вы об этом думаете. Я все комментарии читаю, на многие отвечаю. Ну, а если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эти статьи тогда опубликовала в 2014 году издание «Свободная пресса», в 2017 издание «Репаблик». Теперь же свои новые свежие статьи я трижды в неделю публикую в телеграм-канале «Кашин Плюс». Он закрытый, он платный, но это не страшно. Подписка в 5 евро в месяц, любая карта, российская, не российская. Простая и удобная ссылка на подписку прямо здесь, внизу, в описании того ролика, который вы сейчас смотрите. Также имейте в виду, что ежедневно в 9 вечера по Москве на этом же YouTube-канале, на YouTube-канале Олег Кашин, я провожу свои сольные классические авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно. Смотрите, и чтобы не пропустить, нажимайте на бубенчик, ну и подписывайтесь на мой YouTube-канал, YouTube-канал Олег Кашин. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной, возвращайтесь. Я Олег Кашин, всем спасибо, всем пока, всем до завтра.